МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот уже два десятка лет в регионе ведет свою работу областное общественное объединение социального проекта. Среди инициатив школы-сределок курсы для пожилых людей образовательная программа в исправительных учреждениях, создание региональной партнерской сети некоммерческих организаций и, наконец, социализация Рома. О социальных проектах, от социальных проектов поговорим сегодня в ближайшие 40 минут. Я рад приветствовать у нас в студии директора Гомельского областного общественного объединения социального проекта Нину Кекух. Здравствуйте, Нина Ивановна. Здравствуйте, Александр. С нами на связи в онлайн-гостиной «Беларусь-4», заместитель начальника исправительной колонии номер 4 Управления департамента исполнения наказания МВД Беларуси по Гомельской области Елена Лукомская. Здравствуйте. Здравствуйте. Координатор проектов Гомельского областного общественного объединения социального проекта Наталья Горунова. Добрый день, Наталья. Добрый день, студия. Директор учреждения мастерской инновационных технологий Владимир Александрунец. Здравствуйте. Добрый день. Итак, вот-вот организация отметит свое 20-летие. Нина Ивановна, давайте вспоминать, как создавались социальные проекты в Гомельской области. Как вы помните, Александр, 20 лет тому назад была актуальна проблема Чернобыля. И благодаря сотрудничеству с детским фондом ООН, ЮНИСЕФ и Швейцарским управлением по развитию сотрудничества, мы занялись этой темой и работали в самых отдаленных точках нашего региона. Это малые сельские территории Хойникского, Брагинского района. Наиболее пострадавшие района. Наиболее пострадавшие, да. И работали с населением, проживающих на территориях, загрязненных радионуклеидом, по разным темам. Это и формирование здорового образа жизни, это и ответственное родительство, и правила проживания на территориях, загрязненных радионуклидами. Работали с разными возрастными группами, начиная от маленьких детей и их родителей, и заканчивая взрослым населением. Как пришли к такому названию? Хотелось подчеркнуть исключительно социальную направленность организации? В то время, да. Сами для себя мы поставили задачу содействия в решении социальных проблем. Ведь как корабль назовешь. Да, да, совершенно верно. Хотя сегодня мы понимаем, что возможно можно было бы расширить направление, поскольку в настоящее время мы фокусируемся на дополнительном образовании детей и неформальном образовании взрослых, но для решения социальных проблем. За эти два десятка лет, каких только проектов и мероприятий не проводили, об этом более детально еще поговорим сегодня. Вот как разграничиваете для себя вы и коллеги? Это наша тема. А вот за эту нет, пожалуй, не возьмемся. Да, действительно. Мы для себя разработали определенный алгоритм. Или такой перечень вопросов, на которые мы себе отвечаем перед тем, как заняться той или иной темой. Первый вопрос – это актуальность проблемы, которая перед нами стоит. Второе – это оценка собственного ресурса. Или, допустим, если нам не хватает собственного ресурса, значит, мы продумываем, каких экспертов мы можем привлечь к решению этой задачи. И третий шаг – каким образом мы можем достичь поставленную цель и как обеспечить устойчивость того или иного проекта. С нами на связи Наталья Гурунова. Наталья, я знаю, что вы пришли в организацию волонтером. Поделитесь первым опытом участия в проектной деятельности. Да, вы правы. Это действительно так. Ну и, наверное, самый первый опыт уже и не вспомнишь. Просто я участвовала в различных программах, в различных мероприятиях. Была обычным участником. Затем уже как организатор этих мероприятий. Мне было интересно пробовать себя в чём-то новом, тем более, когда получается. Ты видишь позитивные изменения вокруг себя и сам получаешь эмоциональное удовлетворение от своей работы. Поистине, как говорится, помогая другим, мы помогаем себе. Например, вот работая с Ромами, я узнала много нового. Это и их культура, их взаимоотношения в семье, в роде. Это и воспитание детей, это почтительное отношение к старшему поколению. В любом случае, это полезный опыт. Сегодня вы координатор проекта общественного объединения. В чём секрет любой успешно реализованной инициативы? Да, придя простым волонтёром, я уже в общественной организации работаю больше 10 лет. За это время сделано немало, и этот накопленный опыт позволяет говорить о том, что, во-первых, инициатива, которую мы реализуем, должна быть актуальной. Она должна быть востребованной, нужной людям. Необходимо постоянно держать связь с целевыми группами, мониторить потребности эти. И, кстати, вовремя реагировать на ситуации, которые возникают. Конечно же, невозможна успешная работа бесслаженного коллектива, который понимает, который просчитывает, который изменяет какие-то обстоятельства и готов всегда двигаться вперёд, причём на очень креативной волне. Нина Ивановна, отмотаем историю организации лет так на 10 назад. Тогда, как понимаю, взялись за достаточно серьёзный проект по социализации образованию осуждённых. Расскажите об этой инициативе. Возвращаясь к тому, о чём я говорила раньше, что в первую очередь мы рассматриваем актуальность темой. И я бы хотела сказать, что тема ресоциализации осуждённых, она характерна не только для нашей страны, а вообще в целом для всех стран мира. Эта тема актуальна была и 30, и 20, и 10 лет, и она точно так же актуальна сейчас, и будет продолжать оставаться актуальной. Буквально тезисно, в чём заключался проект, на что он был направлен, с чем работали? Первый наш опыт – это работа с ИК-4, женской колонии 4. Мы работали по профессионализации осуждённых женщин. Потом наша деятельность была расширена, и в рамках большого проекта в партнёрстве с DVV International в Беларусь мы реализовали крупный проект, куда были вовлечены 6 исправительных учреждений Гомеля и Гомельской области. В первую очередь, это ресоциализация через профессионализацию. То есть в каждой колонии были организованы профессиональные курсы, как для мужчин, так и для женщин. Там, допустим, для мужчин были организованы курсы по оператору ЭВМ, газоэлектросварщик, печник и так далее. Для женских исправительных учреждений – это парикмахерское дело, визажист, маникюр. То есть это были профессии, востребованные на рынке труда. Какие отзывы получили от участниц проекта? Можно ли сегодня отследить, как сложилась судьба, в первую очередь, профессиональная девушек осуждённых? – Да, действительно, у нас есть такие примеры, когда девушки, вышедшие на свободу, реализовали себя профессионально. И несколько у нас есть примеров о том, что девушки, которые приехали в Минск, устроились в парикмахерскую, работают сейчас до сих пор парикмахерами. Но следует сказать, что это не очень простое дело держать с ними контакт, поскольку, выходя на свободу, как правило, бывшие осуждённые разъезжаются по всем регионам Беларуси или за её пределы с целью трудоустройства. То есть очень сложно отследить, смогли ли они внедрить полученное знание, но то, что вы шанс на новую жизнь дали, так это точно. Да, безусловно. Как отмечают сами осуждённые, что даже если они не смогут, допустим, в какое-то ближайшее время трудоустроиться, то такие знания в любом случае пригодятся им в жизни. Давайте обратимся за комментарием в онлайн-гостиную «Беларусь-4» к Елене Лукомской. Елен, каким запомнился проект вам и вашим коллегам? Когда мы начинали реализовывать мини-проекты, я была ещё старшим инструктором по воспитательной работе. А в крупном проекте «Образование открывает двери» я участвовала уже как заместитель начальника. Как видите, сотрудничаем мы уже целых 10 лет. За это время было реализовано очень много интересных и даже смелых идей. Например, 4-я колония стала первым исправительным учреждением в республике, которое предоставило своим подопечным возможность получения высшего образования. В 2017 году, успешно сдав государственные экзамены, наша девушка получила диплом о высшем образовании в местах лишения свободы. Впервые в истории уголовно-исполнительной системы. Образовательный компонент, безусловно, оказывает на осуждённых правильное воздействие. Спектр образовательных возможностей был очень широк. От высшего образования до обучающих курсов и психологических программ. Вы знаете, хочется всё-таки отметить, что наши женщины принимали активное участие во всех реализуемых социальными проектами программах. Елена, но ведь тема действительно актуальная. И 10 лет назад, и сегодня мы знаем, что по статистике в среднем около 30% осуждённых совершают преступления повторно в первый же год после освобождения. Вот такие проекты от социальных проектов смогли ли дать шанс на новую жизнь девушкам? 30% освободившихся совершают преступления в первый год после освобождения. Ну, вы знаете, эти данные несколько обобщённые. Ведь каждое исправительное учреждение следует рассматривать отдельно, учитывая его специфику. Если взять нас, то в нашем учреждении отбывают наказания женщины, которые осуждены к лишению свободы впервые. То есть картина у нас более радужная. А если говорить о том, дал ли проект шанс нашим девушкам? Да, конечно, да. Ведь получение образования, профессиональных навыков, психологическая подготовка, безусловно, снижает риск рецидива. Подготовленный человек, конечно, с большим успехом может интегрировать в общество. И лучшее доказательство тому, конечно, это конкретные примеры. Вот Нина Ивановна ранее уже озвучила пример, но у нас ещё есть и несколько наших девушек, которые обучались по курсу «Мастер по маникюру и визажист», и освободившись, они устроились по приобретённым вновь специальностям «Мастер по маникюру» и работают в настоящее время в парикмахерских города Витебска и Могилёва. Конечно, хочется надеяться, что девчонки не забросят свою учёбу, успешно сдадут государственные экзамены, и их дипломы не будут пылиться в шкафу, а всё-таки девчонки трудоустроятся по избранным им специальностям. Спасибо большое, Елена. Нина Ивановна, итак, завершался один проект, начинался следующий, и здесь целевая аудитория «Пожилые Рома». Тогда не казалось ли вам, что не слишком лёгкую дорожку выбрали? Дело в том, что мы не выбираем сложную или простую дорогу. Мы выбираем актуальность. И следует отметить, что основная задача в работе с Рома – это содействие процессу социализации и интеграции. Когда работаешь с сообществом Рома, нужно учитывать такой факт, что очень большую роль играет их традиция для ромского сообщества. А носителем и хранителем этих традиций, как правило, являются «Пожилые Рома». Именно потому начинали в первую очередь с «Пожилых Рома» как целевую группу. Безусловно, так как они имеют непререкаемый авторитет для своего сообщества. И поэтому работа с «Пожилыми Рома» всегда будет актуальна. С целевой группой всё понятно. А вот какие задачи решал проект? Чем хотели помочь «Пожилым Рома»? Перед тем, как начинать проект, мы совместно с нашей партнёрской организацией «Роман Адром» мониторили их потребности и их проблемы. И пришли к выводу, что в первую очередь они нуждаются в юридической помощи, то есть это, допустим, получение паспортов или каких-то других документов. Это волонтёрская помощь, это социальная помощь. Работают помощники семей, которые оказывают консультационные услуги, допустим, по вопросам, связанным со здоровьем. Работает юрист, который решает их проблемы. У некоторых и вовсе и паспорта не было, вы говорили. Да, безусловно. И благодаря нашим усилиям и усилиям, в первую очередь, «Роман Адром», пожилые «Рома» и не только пожилые получили паспорта. Кроме того, они смогли трудоустроиться, потому что, естественно, отсутствие паспортов влечёт за собой трудности в трудоустройстве. Об этом более детально сегодня ещё поговорим. Ну а пока ещё про одну веху в истории организации. Я сейчас про создание региональной партнёрской сети некоммерческих организаций. Ведь это ваша инициатива? Да, это была наша инициатива. Идея создания региональной партнёрской сети некоммерческих организаций родилась в 2014 году. Причина её создания в понимании того, что любую проблему надо решать, сообща в партнёрстве. К нам готов присоединиться Владимир Александронец. Владимир, я знаю, что ваша организация тоже часть региональной партнёрской сети. Расскажите, как давно сотрудничаете с социальными проектами? Действительно, с социальными проектами я уже был наслышан, будучи студентом Гомельского госуниверситета имени Скарины, но более тесно и плодотворно с общественным объединением социальные проекты. Мы начали работать с 2018 года, когда мастерская инновационных технологий вступила в региональную партнёрскую сеть некоммерческих организаций Гомельщины. Конечно же, для нас участие в партнёрской сети – это определённая возможность, потому что, создавая в нашу организацию, мы исходили из той позиции, что партнёрство – это ценность, это неизменное условие развития гражданского общества и неизменное условие решения, вот как говорила Нина Ивановна сообща, актуальных социально значимых проблем. Я знаю, что в 2020-м Мастерская инновационных технологий совместно с социальными проектами готовит новую и свежую инициативу буквально коротко и тезисно. В подтверждение сложившегося нашего партнёрства и сотрудничества и социальными проектами в рамках партнёрской сети некоммерческих организаций. Наши две организации и Мастерская инновационных технологий и социальные проекты выступили таким инициатором от Беларуси в международном проекте «Платформа для диалога гражданских организаций». Этот проект реализуется в таком консорциуме «Институт коллективного лидерства» под СДАМ, «Центр развития некоммерческих организаций Санкт-Петербург и нашей организации». Данный проект будет реализован при поддержке Министерства иностранных дел Германии и направлен, вот то, о чём я говорил выше, на развитие наших организаций, на внедрение новых моделей и методологий. В частности, речь идёт о качественном партнёрстве, о работе со стейкхолдерами и теми субъектами, которые заинтересованы в развитии нашего общества и в решении социально значимых проблем нашего региона. Спасибо, Владимир. Мы продолжаем разговор о социальных проектах от социальных проектов. И к диалогу в студии присоединились новые гости в онлайн-гостиной. Начальник отдела Гомельского областного института развития и образования Светлана Сторож. Здравствуйте. Здравствуйте. Директор учреждения Романа Дром Ольга Нечаева и координатор от сообщества Рома в проекте «Образование Рома. Новый взгляд в будущее» Николай Ануфриев. Добрый день. Здравствуйте. А также режиссёр Гомельского городского центра культуры Ирина Труханович. Добрый день. Добрый день. Итак, Нина Ивановна, от образования и социализации пожилых Рома, об этом говорили выше, к образованию молодёжи, детей и их родителей ромского сообщества. Какие задачи ставили в первую очередь перед собой, какие инициативы реализовывали? Прежде всего я хотела бы сказать, что такая работа стала возможна благодаря партнёрству с протестантским агентством по дьякане и развитию «Хлеб для мира». Это наши немецкие партнёры. И основная задача, которую мы ставим перед собой в этом проекте, это прежде всего подготовка детей дошкольного возраста к школе, это более успешная адаптация детей школьного возраста и работа с их родителями, которые могут стать для своих детей настоящими помощниками. Дополнительные занятия и для детей, и для их родителей были полностью бесплатными? Безусловно, потому что все эти занятия проходили в рамках проекта. Кроме того, у нас была возможность обеспечить школы компьютерами, телевизорами. В Приборской школе, например, ещё кроме этого была установлена детская площадка. И это всё в первую очередь это было для детей Рома. Сами дети были обеспечены канцелярскими товарами и дидактическими материалами для успешного обучения на занятиях. И, кроме того, дети имели возможность получать более широкое образование, так как они посещали и цирк, и театры. И, как говорят сами Рома, многие дети впервые попали в цирк или в театр. И, конечно же, по итогам обучения все дети были обеспечены школьной формой и школьными принадлежностями к новому учебному году. Какое количество школ Гомельщины к 2020 году присоединилось к инициативе? В 2020 году уже с нами работали пять школ. Мой вопрос в онлайн-гостиную «Беларусь-4» Светлане Сторож. Светлана, какое количество сегодня в Гомельской области деток Рома занимаются в учреждениях образования? И с какими проблемами чаще всего сталкиваются? Дети цыганской национальности, в принципе, во всех регионах есть. И по-разному в учреждениях они распределены. Есть, конечно, много учреждений, где детей Рома вообще нет. Есть такие школы, в которых всего лишь несколько человек. И есть школы, это вот и школы-участники проекта, в которых несколько десятков детей. Мы можем говорить о том, что проблемы детей Рома зависят от того, на какой территории проживают семьи. В сельской местности могут быть одни проблемы, в городской местности другие. Но, как показывает практика, одна из главных проблем – это билингвизм. К сожалению, русский язык не является для лиц цыганской национальности родным. И дети, приходя в школу, сталкиваются с трудностей, связанной с бедным лексическим запасом. Уже буквально с первых дней обучения дети начинают отставать в программе от своих сверстников, потому что далеко не всегда понимают учителя. Кроме того, как правило, дети Рома не посещают детские сады. То есть можно говорить о том, что у них нет опыта обучения. А поэтому они не усидчивы, не имеют опыта общения со взрослым учителем, педагогом. Мало контактировали со своими сверстниками, лицами не цыганской национальности. То есть можно говорить о том, что буквально с первых дней школы главная начинается проблема – проблема адаптации к школе. Проблема ясна, Светлана. Скажите, пожалуйста, как можно оценить эффективность проектов от социальных проектов? Мы за время реализации проекта видим серьезные изменения, положительную динамику. В каких направлениях? Во-первых, можно говорить о том, что посещаемость детей цыганской национальности изменяется. Если до начала проекта многие из детей посещали школу эпизодически, то пропуски по неуважительным причинам становятся исключением. Кроме того, значительно проще проходит адаптация к школе. У детей школьного возраста значительно выше продвигается и растет уровень обученности. Кроме того, не возникает проблем ни в общении со сверстниками, ни в общении с педагогами. То есть налицо стабильная положительная динамика в адаптации и социализации к школьной жизни. Светлана, спасибо большое. Проблема ясна. Ольга, хочу вас подключить к диалогу. Вы являетесь координатором от сообщества Рома в данной инициативе. Изменения в ребятах и их родителях вы заметили? Да, конечно. Знания, конечно, востребованы были все, но я еще раз хочу отметить, что наиболее важным, одним из наиболее важных аспектов это была адаптация детей в школе и в отношениях с учителями и педагогами, потому что в дальнейшем им намного легче чувствовать себя в школе и общаться с учителями. Курсы компьютерной грамоты дали тоже о себе знать положительно. Родители научили, даже не грамотных родителей, научили вызывать врача на дом онлайн, заказывать билеты в железнодорожных кассах онлайн. То есть то, что они не могли пользоваться до того, как они стали посещать компьютерные курсы. Кстати, в один из учебных дней мои коллеги заглянули на такие занятия. Давайте посмотрим, что из этого вышло. 31-я Гомельская школа. Суббота. Именно в этом месте и в это время мальчишки и девчонки с выразительными черными глазами, роскошными и синя-черными волосами и потрясающими улыбками встречаются в школьном классе, чтобы снова и снова открывать прекрасный мир знаний. Милана, расскажи, пожалуйста, чем вы занимаетесь на занятиях? Лепим. Лепим. Рисуем. И вот так делаем. Играете, наверное. А чем тебе нравится заниматься больше всего? Пластилина. Лепить из пластилина. Молодец, хорошо. Природное свободолюбие, непосредственность, гиперактивность этих очень даже смышленых детей сподвигло неравнодушных взрослых придумать и организовать для детишек Рома весьма занимательную форму обучения. У нас нету таких требований, что на занятии нужно сидеть и молчать, руку поднимать. У нас свободное общение, каждый может высказаться. Если устал ребенок и что-то не хочет делать дальше, он может взять любую игру, поиграть, просто посидеть, помолчать, послушать музыку. У нас есть компьютерная техника, мы можем мультфильм предложить, поставить. То есть здесь у нас вот такая неформальная обстановка, теплая и взаимодоверительная, и детки нас не боятся, и все у нас проходит как положено. Занятия проводятся в двух группах – дошкольники и школьники. Эти ребята в условиях двоязычия очень стараются понять учителя и выполнять его задания. Вот так, сидя за круглым столом и видя, как старательно работают сверстники, дети Рома под руководством талантливого педагога расширяют свой кругозор, учатся слушать и слышать друг друга, становятся внимательными и исполнительными. Что такое лифо? Гольфо, дерево, вот такое вот дерево, конечно же. Главная цель субботних занятий – помочь ромским детям адаптироваться к жизни в социуме, подготовить дошколят к школе, а младших школьников подтянуть в учебе. И эта цель достижима. Самира, скажи, пожалуйста, тебе нравятся занятия в школе? Да. А чему ты научилась за то время, пока ходишь сюда на занятия? Писать, читать. Тебе нравится читать и писать? Дома читаешь? Да. А чем тебе нравится заниматься больше всего, вот с Еленой Ивановной? Писать. Ты красиво пишешь? Среднее. А дома ты репетируешь, тренируешься или только на занятиях? Дома же тоже надо заниматься. Стараешься? Да. А родители тебе помогают? Помимо дошколят и школьников, по субботам здесь обучается еще одна группа. Это родительский клуб. С удовольствием приходят на занятия мамы и папы, бабушки и дедушки детей Рома. Желание детишек и внучат постигать новые знания мотивирует и взрослых учиться, чтобы суметь помочь и поддержать своих чат. Нам здесь очень интересно. У нас детки здесь хорошо учатся. Преподаватели хорошие здесь очень такие внимательные. Внимательные очень. И очень нам здесь нравится. Детям нашим очень нравится внукам. Со взрослыми работают самые разные специалисты. Педагоги, дефектологи, психологи, врачи, представители МЧС. Совместное взаимодействие, да и просто доверительное общение дают возможность быть услышанными и понятыми. И, что немаловажно, учат взрослых оказывать помощь детям в подготовке к занятиям. Работа у нас по компьютерной грамотности с родителями, где они получают знания работы в интернете. Даже если бывает такое, взрослые не умеют читать, то учитель информатики им поможет, как сделать так, чтобы найти нужную информацию в сети. Образование Рома – новый взгляд в будущее. Эффективность проекта налицо. Во-первых, улучшилась посещаемость детьми Рома общеобразовательной школы. Во-вторых, славянские дети имеют возможность поближе познакомиться с культурой, бытом, историей другой национальности. И в-третьих, красивые и артистичные от природы люди получают возможность чувствовать себя в обществе свободнее и увереннее. Ну а подрастающее поколение и вовсе может действительно по-новому смотреть в будущее. Дальше больше. В 2018 году в Гомеле прошел первый фестиваль культуры Рома «Пой цыганская душа». Нина Ивановна, поделитесь впечатлениями. Да, действительно, это было такое интересное событие, думаю, для Гомеля, потому что такого фестиваля не было ни на территории Гомельской области, ни в Беларуси. Проводился фестиваль на открытой площадке Гомельского центра культуры. Он собрал достаточно много народу. Была, конечно, предварительно проведена рекламная работа. Фестиваль готовили совместно с Гомельским центром культуры и с нашей партнерской организацией «Романа Дром». Мой вопрос в онлайн-гостиную «Беларусь-4» Ирине Трухановичу, режиссеру проекта. Насколько ярким получился праздник цыганской культуры в Гомеле, вспоминаем 2018-й? Очень ярким, очень ярким. Наполненный песнями, танцами, красивыми лицами, кухней представлен, бытом. Ну, немножко приоткрылась, так скажем, завеса в иную культуру. И народ с удовольствием туда подсматривал, смотрел, прикоснулся к быту этого народа. Было потрясающе. На мой взгляд, первый фестиваль прошел очень хорошо. Ирина Ульяновна, я знаю, что с ромским сообществом вы сотрудничали и до этого. До этого, да. Да, да, да. Восемь лет конкретно с социальными проектами и с коллективом «Бахтин» мы уже знакомы восемь лет. Восемь лет каждый год мы проводим концерты. И концерты у нас ежегодно проходят самые разные. Мы берем разную направленность, по-разному себя коллектив проявляет. Они молодцы, учат новые песни. Они всегда... Ну, с ними одно удовольствие работать, вот что я скажу. Мы стали давно уже добрыми, хорошими друзьями. Ну и, конечно, фестиваль, который был в 2018 году, конечно, был масштабнее концерта. Все мы волновались. Но мне кажется, что он у нас удался. Нина Ивановна, это правда, что в связи с пандемией коронавируса, которая внесла коррективы во все, без исключения сферы деятельности, фестиваль 2020 был под угрозой срыва? Да, и мы очень переживали по этому поводу. И очень жалко было думать о том, что сорвется такое мероприятие. А ведь к фестивалю готовились? Готовились. Подготовка не прекращалась никогда. Первоначально мы планировали провести его в мае, и каждый день мы ожидали, что ситуация разрешится, и мы проведем его. Но ситуация складывалась таким образом, что проведение фестиваля представлялось невозможным. И вот благодаря нашему тоже давнему сотрудничеству с телевидением и с вами у нас появилась такая возможность записи телеверсии, что стало абсолютно таким необычным и новым форматом проведения фестиваля. 18 июня фестиваль состоялся в Гомельском районе. Сейчас мы видим кадры с телеверсии. Телеверсию зрители «Беларусь 4» могли видеть 24 июня и далее. Поделитесь впечатлениями, вы же ведь были на площадке. Вы знаете, впечатлений очень много, потому что мы увидели наших Рома, скажем, в естественной обстановке. Вокруг красивая природа, красивые, талантливые артисты Рома. И все это создавало, конечно, совершенно неповторимый такой флер. И с другой стороны, такой формат позволил нам обозначить точки роста. Одно дело, когда ты видишь номер, он быстро проходит, и на этом картинка прекращается. А здесь мы имеем возможность прокрутить несколько раз. То же самое об этом говорят и Романа Дрома, и артисты, и Ольга с Николаем. И мы видим вот эти точки роста, куда надо продолжать развитие, как развивать свое творчество дальше. Мы также обрадовались возможностям о том, что у них будут клипы и немножко другой формат. Им было очень интересно, они были в ожидании, как это все произойдет и как будут создаваться эти клипы. Что было самым сложным? Ну, немножко адаптироваться, наверное, в той среде, где они выступали. Потому что выступать на сцене – это одно, а на природе – это совсем другое. И те движения, которые можно применить на сцене, их не всегда применишь на природе. Оно совсем по-другому будет выглядеть. Ирина Ульяновна, вы готовили коллектив к телеверсии. Поделитесь своими впечатлениями. Что для вас, что для участников творческой группы было самым сложным? Самым сложным и для нас, и для коллектива была, конечно, запись, фонограмм, подготовка фонограмм. Потому что ни мы, ни коллектив к этому тяжело, наверное, было. И нам, и им, потому что мы не имели такой профессиональной звуковой студии. Поэтому в этом сложность была. Ну, а коллектив, во-первых, они привыкли петь только вживую. А здесь приходилось и один раз, и второй раз. А когда писали мы Павла, мы его писали, вообще собирали фонограмму по кусочкам. Сложность, конечно, была. Но, знаете, вот когда работаешь с коллективом, знаете, многие вот эти проблемы, они куда-то уходят на другой план. Вот заряжаешься, даже когда они работают, даже когда у них... Ой, с ними работать одно удовольствие. Я вот хочу сказать только одно. Все, что мы наработали, все это увидели, все это услышали. Я думаю, что у нас еще впереди не один фестиваль. И мы с фестиваля 2018 года можно сделать. И фестиваль 2020 года. У нас замечательный фестиваль будет в 2022 году. Это я могу сказать совершенно точно. В любом случае, это хороший опыт. Но вот вы говорите про то, как волновались, переживали. Как объяснить тогда, что практически все номера были записаны с первого дубля? Благодаря их харизме все получается. Их харизме, благодаря их темпераменту, благодаря тому, что народ, наверное, с колыбели поет. И они привыкшие, мне кажется, они привыкли работать в любых условиях. Вот нашим многим артистам стоит у них этому поучиться. Они, во-первых, очень четко приходили на все репетиции. Где-то что-то не получается, мы этого не понимали. Они между собой где-то там скажут, мы к нам выходу с добрым позывом, с доброй душой идут. И поэтому у нас все. У нас сложности в процессе, сложностей больших, столкновений не было. Вы знаете, когда я был на съемках, я очень переживал. Но я видел все это, видел, как это пели, как танцевали, как лошади. Моя душа просто радовалась. Я просто радовался. Я просто сам хотел идти петь, танцевать там вместе с ними всеми. И это было очень прекрасно и замечательно было. Съемка была очень прекрасна. Николай, признайтесь честно, волнение перед включением телевизора 24 июня, когда телеверсия была в эфире, было? Вся семья собрались. Мало того, они обзвонили всех ромов города Гомеля и Гомельской области. Везде звонки, везде промыне трансляции были. Мы ждали от ромов, что они скажут. Это было переживание для нас. Хорошо, плохо, где-то правильно, где-то неправильно. Но, слава богу, все одобрили и все сказали, просто прекрасные были съемки. Замечательно. Сегодня мы на протяжении эфира говорили о двух десятилетиях деятельности социальных проектов. Ольга, Николай, вот как по-вашему инициативы, которые направлены на работу с Рома, с ромским сообществом, насколько они эффективны, насколько нужны вам и вашим близким? Ну, работа с Ромами, которую мы провели в партнерстве с социальными проектами, за что большое спасибо Нине Ивановне и всей команде, это очень большая работа и действительно эффективно и значимо в ромском сообществе. Может быть, изначально, когда мы делали первые шаги, люди не совсем понимали, о чем идет речь, но по прошествии полутора-двух лет люди стали ощущать именно ту помощь и ту поддержку, которую при помощи социальных проектов и партнеров, которые они могли получить. Большое спасибо Нине Ивановне лично и всей команде социальных проектов, потому что это действительно огромная работа. Понимать людей, поддерживать людей, помогать им, идти навстречу. И вообще, работа с людьми, как правило, это неблагодарная работа. Но тысячу раз хочу поблагодарить я, я думаю, Николай, наверное, присоединяется к словам благодарности. Спасибо большое. Вы наши учителя, многому чему научили, мы научились у вас, многому чему Рома получили именно благодаря вам. Поэтому спасибо большое не только от нас, от Николая и меня, но и от ромского сообщества. Что может быть ценнее таких добрых слов? Итак, сегодня мы в этой студии говорили вместе о двух десятилетиях инициативной деятельности социальных проектов. Нина Ивановна, два десятилетия практически позади. Что впереди, какие планы у вас и команды? Действительно, прошло много времени, реализовали много проектов. Но я хочу сказать, что все то, чем мы занимаемся и начали заниматься много лет тому назад, оно актуально и по сей день. И все те инициативы, о которых мы говорили сегодня, они будут продолжать развиваться. И проект образования Рома «Новый взгляд в будущее» тому пример. У нас планы на следующий период. Мы планируем выйти на республиканский уровень и будем работать уже на всей территории Беларусь с институтами развития и образования, на базе которых будут организованы ресурсные центры. И мы надеемся на то, что количество детей Рома значительно возрастет, и у всех детей будет возможность получать дополнительные знания, которые им пригодятся и в школе, и в жизни. И в завершение я хочу поблагодарить всех своих партнеров. Это и наша партнерская организация «Романа Дром», и областной институт развития и образования, и городской центр культуры, потому что проект непростой. И те результаты, которые мы получили, они были бы невозможны вне партнерства. Каждый внес свою лепту, и только партнерство дало нам возможность получить результаты, о которых мы сегодня говорили. Спасибо большое за этот интересный разговор. Успехов в делах. Я же напомню, что сегодня мы говорили о Гомельском областном общественном объединении «Социальная проекта». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова